МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. Об основных событиях дня и минувших выходных вам расскажут наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Молока мало не будет. Правительство Республики контролирует ситуацию с закрытием завода Данон в Чебоксарах. Осторожно, фальшивка. В Чувашии продолжат выявлять факты сбыта поддельных денег. Мастера на все руки на площади Республики столицы Чувашии проходят новогодняя выставка ремесел. В субботу стало известно о закрытии в Чебоксарах молочного завода компании Данон. О том, что стало причиной свертывания производства и какие шаги предпримет правительство Чувашии, рассказали на пресс-конференции. Французская молочная компания Данон закрывает два своих завода в России, в том числе и в Чебоксарах. Причинами стали технологический износ оборудования, их низкая рентабельность и падение уровня продаж. Кроме того, предприятия не соответствуют современным экологическим нормам. Но решение руководства компании отразится на рынке молочной продукции Чувашии незначительно. На данном заводе сегодня, если так в целом в среднем, в день производилось 85 тонн молока, в целом по году около 30 тысяч тонн молока. Те производственные площадки, которые существуют на территории Чувашской Республики, вполне способны переключить эти объемы на себя и переработать вот эту всю продукцию. На данном заводе в Чувашской Республике молока сегодня 423 тысячи тонн в год. Из них 80% товарного – это 330 тонн. И вот из этого молока еще мы умудрялись продавать в соседние регионы около 130 тысяч тонн молока в год. Первостепенная задача, которую предстоит решить – сокращение рабочих мест. Поле 140 сотрудников завода останутся без работы. Представители компании уверяют, что рабочие получат компенсации. Вопрос трудоустройства возьмет на себя правительство республики. Первое, что мы делаем, это организуем выездной консультационный пункт с участием представителей службы занятости. Также у нас участвуют в этой работе представители прокуратуры Чувашской Республики и других заинтересованных органов исполнительной власти. То есть мы на месте, уже на гормолозаводе, будем консультировать каждого человека о ситуации на рынке труда. Дальше, значит, для всех, которые будут к нам обращаться, это в основном город Чебоксары, в городском центре занятости населения будет открыто отдельное окно, чтобы люди не испытывали дискомфорта и не стояли в очереди при получении государственных услуг. Далее мы будем делать анализ работников в профессионально-квалификационном разрезе, для того, чтобы узнать, какие профессии, какие работники на сегодняшний день работают на данном предприятии. После этого мы будем предлагать им соответствующие должности на предприятиях Чувашской Республики. Будет решаться вопрос о реорганизации производства и запуска нового предприятия. Период инвестиционного затишья пройдет, и вопросы с локализацией производства, создания нового производства, они снова активизируются. Поэтому сегодня уже ряд переговоров прошли совместно с итальянскими компаниями заинтересованы в переработке, в том числе и молочную продукцию на данном предприятии. Данные переговоры будут дальше и продолжены, особенно в 2016 году. Период инвестиционного спада пройдет, и мы эту площадку, я думаю, реализуем для новых производственных нужд. Закрытие компании «Данон» молочного завода в Чебоксарах обсуждали и на совещании главы Чувашии. Также в повестке дня значилось обеспечение жильем отдельной категории населения и организация зимнего отдыха в Чувашии. Молочная компания «Данон» закрывает свой завод в столице Чувашии. Факт, свершившийся, хотя сам процесс будет длиться не один месяц. Основные причины – технологический износ оборудования, низкая рентабельность производства и падение уровня продаж. Под сокращение попадают 140 человек. Об этом сейчас думают в правительстве республики. Задача наша, конечно, переобучить, трудоустроить, переквалифицировать этих сотрудников, которые будут высваждаться. Но в первом квартале 2016 года. На рынке труда город Чебоксары где-то около 5000 вакансий. Значит, средняя зарплата 16 тысяч. Требуется, допустим, водителей 600, около 600 человек. Зарплата 20 тысяч. Слесарей, электрики тоже около 20 тысяч. Продавцы 11 тысяч. Отделочники, строители где-то зарплатой 40 тысяч. Второе наше направление будет – это профессиональное обучение. В бюджете на эти цели в текущем году предусмотрено более 27 миллионов рублей. Кто кого не можем трудоустроить, будем предлагать пройти обучение и переподготовку, для того, чтобы, получив профессию, трудоустроились. Еще одна тема – обеспечение жильем молодежи, в том числе тех, кто работает на селе. Со 2011-2014 годы свои жилищные условия улучшили почти 3300 молодых семей. На эти цели было выделено 1 миллиард 845 миллионов рублей. Всего в 2015 году в рамках реализуемых жилищных программ из бюджета различных уровней было выделено более 2 миллиардов 800 миллионов рублей. На улучшение жилищных условий около 4900 семей. На обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов, выделены средства в объеме более 449 миллионов рублей, в рамках которых выдано свидетельство сегодня 670 молодым семям. Отдыхать внутри страны, по данным Росстата, в этом году планируют около 40% населения. Примерно такую же цифру озвучивают и у нас в республике. Для жителей Чувашии и всех гостей столицы подготовлена особая новогодняя программа. Территориями зимнего досуга на этот раз впервые стали Новочебоксарск, Марпасад, Маргаушский, Цивильский и Ядринские районы. Проект «Время отдыхать в Чувашии» нацелен на организацию именно интересного, качественного и активного отдыха у нас, как для гостей, так и для наших жителей. И при организации мы для себя поставили следующие цели. Это создать качественные условия, максимально активизировать зимние виды отдыха, для того, чтобы было что предложить сегодня как нашим гостям, так и жителям. «Сказка одного района» – так назвали специальный проект, в рамках которого жителей приглашают посетить 4 района и города Чувашии. Для каждого муниципалитета определен свой день. Участники должны поставить в местах посещения на специальном флайере маршруте особую печать. Собравшие на карте все печати получат годовой абонемент на бесплатное посещение в наступающем году Лакреевского парка, Ледово, Дворца Чебоксара-Арена и театров города Чебоксары. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Имя великого учителя, сына чувашского народа, теперь увековечено не только в его трудах, но и в камне. В Чебоксарах открыли памятник Геннадию Никандровичу Волкову. Имя Геннадия Волкова в Чувашии нередко ставят рядом с именем просветителя Ивана Яковлева, разработанная Волковым системой легла в основу целой науки, этнопедагогики. Ее идея проста – воспитывать и любить детей надо так, как делали это испокон веков твои предки, с заботой о продолжении рода и сохранении нации. Здесь, конечно, участвуют на сегодняшнем мероприятии государственные деятели, общественные деятели, ученики академика Геннадия Волкова. Это очень здорово. И его мысли, его идеи, которые он в жизни, наверное, не мог реализовать, сегодня претворяются в реальные дела. Среди учеников Геннадия Волкова – руководители образовательных учреждений, управлений, институтов, министерств. Все они пришли почтить память своего наставника. От имени учеников Геннадия Волкова я хочу выразить сегодня слова благодарности всем тем, кто принимал активное участие в творении этого памятника. И как нельзя стать его словам. Без памяти нет традиций, без традиций нет воспитания, без воспитания нет личности, без личности нет народа. «Любите друг друга, и все будут знать, что вы мои ученики» – еще одна известная цитата выдающегося педагога. Все его педагогическое и литературное творчество – это гимн любви к человечеству. Те, кому он сумел привить эту любовь, по сей день считают профессию учителя почетной, а свое дело – самым важным. Анастасия Алексеева, Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Чувашская республика вошла в число победителей всероссийского конкурса по поддержке кинотеатров в населенных пунктах с количеством жителей менее 100 тысяч человек. Его организовали Фонд кино и Минкультуры России. Три муниципальных учреждения культуры Чуваши и Валатри, Канаше и Шумерли попали в число 143 кинозалов, которые будут модернизированы или оснащены современным цифровым оборудованием. Они прошли отбор по программе поддержки переоборудования кинозалов и попали в список организаций, которые должны создать условия для показа национальных фильмов. На эти цели будет направлено более 700 миллионов рублей. Всего же на конкурс было подано 655 заявок. В конце декабря по всей России проходят новогодние корпоративы. За три дня в республике задержано 60 нетрезвых водителей. Двое успели спровоцировать аварии, в которых пострадали люди. В пятницу в Новочебоксарске водитель автомобиля «Ларгус», находясь в нетрезвом состоянии, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Аномаркой». Водитель «Фольксвагена» с ушибами была доставлена в больницу. Еще одно ДТП с участием нетрезвого водителя произошло в воскресное утро. 27 декабря в Красно-Читайском районе. 24-летний водитель УАЗа столкнулся с УАЗом. Микроавтобус выбросило в кювет. Водитель УАЗа доставлен в больницу. Чувашию продолжают атаковать фальшивомонетчики. С начала этого года было зарегистрировано более 200 фактов сбыта поддельных купюр. Сегодня в управлении МВД журналистам показали, как невооруженным глазом поддельные банкноты отличить от настоящих. Чаще всего поддельные купюры мошенники пытаются сбыть именно накануне Нового года. В это время у КАЗ выстраиваются большие очереди, и продавцы в спешке попросту забывают проверить подлинность банкнот. В ноябре только в столице республики задержали 20 фальшивомонетчиков. Все они оказались гастролерами. Сбывают в основном в магазинах, в торговых учреждениях. Основная доля магазинов – это предприятия торговли, где большая проходимость. Купюры – это 5 тысяч, потом идет тысячная, потом, соответственно, 500-рублевая. Имеется 4 факта сбыта поддельных знаков номиналов в 100 долларов. Для подделывания денег мошенники используют специальную технику. Фальшивомонетчики научились копировать водяные знаки. Но невозможно, отмечают специалисты, воссоздать в точности микроперфорации купюру. Нужно просто посмотреть на просвет, прощупать эту купюру. С другой стороны, потому что с другой стороны на оборотке просматривается шероховатость. На фальшивках они есть. В МВД говорят, что распознать фальшивую купюру может помочь и лупа с десятикратным увеличением. Только с помощью нее возможно прочесть специальный микротекст. Здесь написана цифра тысяч рублей. Тысяча рублей, тысяча рублей, тысяча рублей. Это той лупой, которую мы сейчас рекомендуем, она просматривается отчетливо. Это один верный способ. Для продавцов управление МВД регулярно проводят обучающие семинары. Специалисты отмечают, что побороть фальшивомонетчество сейчас помогает только профилактика и бдительность покупателей. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Город в городе. В Чебоксарах открылся Делоград. Детский город профессий со своей валютой, банком, полицейским участком, магазином и другими не менее интересными организациями. Стать жителем города может любой ребенок. Подробности у Марии Шоклевой. Красную ленточку в день открытия Делограда перерезали, как и положено, самые почетные гости. Дети, жители города профессий. Каждый из них получил при входе свой первый паспорт и начальный капитал в особой валюте. 50 навыков. Эти деньги можно потратить на обучение, а потом устроиться на работу и получать зарплату. В сегодняшнее время многие не знают, кем встать. То есть даже к нам на собеседование приходили люди, которые мы спрашивали, кем вы хотите вообще быть, даже которые уже выучились по своей специальности. Очень важно с детства, чтобы ребенок понимал, чего он хочет от жизни и кем в нашей жизни встать. Делоград – это 17 станций. Причем на каждой можно обучиться сразу нескольким профессиям. Заглянем к сотрудникам МЧС. Можно друг за другу наводить? Нет. А как вы правильно держатся? Вот так вот? Нет. Глаз держать вот так вот, прямо в чеку на сгорание. Согласны? После теории практика загорелся отель и команда спасателей поспешила на вызов. Жизнь в Делограде кипит, как в настоящем городе. Инкассаторы перевозят деньги в банк, кондитеры выпекают печенье, дворники подметают улицы, а полицейские задерживают опасных преступников. Что вы меня посадили вообще? За это преступление! Я ничего не совершал! Да не ушел! Есть в Делограде телестудия, причем не простая, а национального телевидения Чуваши. В день открытия юных журналистов и телеведущих здесь учили делать новости наши сотрудники. У меня сегодня такой вопрос, существует ли настоящий День мороз? Я отправила своего корреспондента в уступ, чтобы узнать, существует ли он. Пока что не видела я настоящего Деда Мороза, только не настоящего. Родителям вход в мастерские запрещен. Дети сами выбирают профессии по душе, стоят в очередях, распоряжаются деньгами. Все как в настоящей жизни. Нам дали 50 навыков. С помощью разных профессий, доктор, пожарник, телеведущий, я смогла заработать 105 навыков. И я хочу побывать в других профессиях, я буду их тратить, чтобы узнать, как больше многих фактов. Делоград построили в МТВ-центре. В этом новом мини-городе работают справедливые законы и царит атмосфера радости. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. В Нижнем Новгороде прошла традиционная окружная новогодняя елка под патронажем полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича. На праздник приехали около тысячи детей из Приволжских регионов, в том числе 30 из Чувашии. На окружную новогоднюю елку пригласили воспитанников детских домов и школ-интернатов, детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел из многодетных семей. Праздник у новогодней елки начался с веселых игр. Их организовали волонтеры, представители Союза добровольцев России и студенты вузов Нижнего Новгорода. Дед Мороз устроил перекличку регионов, пожелав ребятам из Уфы, Ёжкралы, Саранской, Казани, Ижевской, Чебоксар, Перми и Нижнего Новгорода счастливого Нового года. Продолжился праздник сказочным представлением и хороводом вокруг елки. Традиционная новогодняя елка полпреда президента России в ПФО проходит уже на протяжении многих лет. Декабрь этого года не баловал зимними морозами. Чаще всего за окном была плюсовая температура и лужи вместо снега. Но в субботу все изменилось. Сотни переодетых горожан в костюмах Дедов Морозов, снегурочек, сказочных персонажей вышли на главную улицу Чебоксар на всенасшествие 2015. У этой праздничной традиции есть своя история. Первое всенасшествие состоялось в столице республики в 2004 году. Потом был перерыв, но три года назад ко всем пришло понимание, что Новый год никто не отменял, как невозможно отменить и предпраздничное настроение. Тысячи чебоксарцев решили принять участие в одном из самых массовых новогодних парадов страны. И пусть желающих побыть сказочными персонажами на этот раз было меньше, парад все же состоялся. Более 50 украшенных снежинками, гирляндами и мишурой автомашин дали старт всенасшествию. Среди новогоднего автокарнавала была и настоящая тройка с Дедом Морозом и Снегурочкой. Пройти по главной улице с оркестром такое бывает нечасто. Дед Мороз и музыканты чувствовали себя хозяевами праздника. Новогодние мелодии и торжественные маши раздавались по всей округе. Город Щебоксары, город сказок. Вы верите сказку? Да! Вот у меня сегодня самое большое желание было. Я хотел обратиться к Деду Морозу, чтобы пошел снег. Видите, исполняется. Снег пошел. По традиции всенасшествие закончилось на Красной площади. Здесь уже пела группа Волжане, работала резиденция Деда Мороза. И всем участникам предлагался горячий чай. И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. Маленькие валенки, глиняные обезьянки, подделки из дерева, шерстяные варежки. Ремесленники со всех районов Чувашии привезли в столицу республики свои лучшие работы. Новогодняя ярмарка работает на площади республики. К открытию прилавки буквально были завалены товаром, а через пару часов практически все раскупили. Дарить сувениры на Новый год давняя традиция, а если подарок еще и сделан с любовью, то лучше не придумаешь. Здесь можно найти все, от свистолек в виде обезьянок, валенок, сделанных вручную, дошкатулок и зимней росписью. Торговля шла под аккомпанемент выступающих рядом творческих коллективов. В этот раз на прилавках вместе с народными промыслами соседствуют продукты питания. Их продают местные фермеры. Соскучившиеся по экологически чистой еде горожане охотно раскупают фермерские продукты. Для муниципалитетов Чуваши новогодняя выставка – прекрасная возможность показать, чем богат их район. Мы общаемся с населением, которое здесь приходит с гостями республики, с нашими же, можем представить свой район, можем пообщаться, увидеть то, что происходит в других муниципалитетах, в других районах. И действительно, это создание праздничного настроения, так же, как гостям, так же и нам, тем, кто сегодня представляет и работает. Чебоксарцы уже привыкли к тому, что деловой центр столицы на время новогодних праздников стал не только торговым павильоном, и концертной площадкой, и стараются в свободное время после работы заглянуть туда. Татьяна Молокова, Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. Это все новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин